МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы в курсе, что стала известна судьба 170 сочинцев, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны? Их имена были установлены в рамках проекта «Возвращение имени». Архивные документы о погибших узниках концлагерей главе города Сочи передали абхазские волонтеры. Здравствуйте, я Инга Габешия, и на канале ВКТ «Время» программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех жителей города Сочи. Итак, архивные документы без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны содержат копии персональных карточек узников концентрационных лагерей, подробную персональную информацию, включающую данные о месте рождения, захватив плен, численности детей. Ко многим прикреплены фотографии. Сейчас сочинским волонтерам предстоит кропотливая работа по переносу и занесению материала в базу данных, а также поиску членов семей погибших. Кстати, потомки трех узников из полученного архива уже найдены. После уточнения всех данных им передадут карточку и сообщат место захоронения родственника. Об этой работе волонтеров, о том, чем еще занимаются добровольцы в Сочи, и в целом о сочинской молодежи мы сегодня поговорим с начальником управления молодежной политики администрации города Отто Савицким. Отто, здравствуйте. Добрый день. Итак, сочинские волонтеры принимают участие в проекте «Возвращение имени». Расскажите, как проходит эта работа, есть ли уже результаты, какие последние новости? Я хочу отметить, что здесь работу активную принимают участие добровольцы организации «Войн-интернационалисты». Это очень важная работа, очень ответственная. Здесь наши активисты сами изъявили желание поучаствовать в этой работе. Совсем недавно главе города передали информацию, данные, справки об без вести пропавших жителях города Сочи. И сегодня очень важно, что наша молодежь принимает на себя такую ответственность, как поиск их родственников. И совсем скоро ребята уже всю эту работу проделали в части систематизации списков, и уже работа ведется по поиску родственников. Уже есть даже люди, которые нашли в списках своих родственников, потому что там данные содержатся в части, где воевал родственник, где сегодня захоронен. И, безусловно, для нас это очень важная щепетильная работа, которую мы будем помогать, отслеживать и так далее. Но совсем скоро добровольцы «Война-интернационалисты» обратятся уже к средствам массовой информации, чтобы более публично огласить списки тех граждан, которые есть во всех этих справочных документах. Когда планируется завершить эту работу? Или это бессрочная такая акция? Безусловно, она, наверное, бессрочная, потому что есть миграционные определенные процессы, и те жители Сочи, которые были во время Великой Отечественной войны, послевоенное время, кто-то мигрировал и так далее. Сейчас нам очень важно провести эту работу в Сочи, когда будет понятно, что проект выходит за рамки города Сочи. Мы будем обращаться в другие регионы, мы будем транслировать. И очень важно, чтобы сегодня историческая правда, история семьи, она нашла своих героев, своих родственников, и все это правда восторжествовало. Ко всему прочему, близится большой праздник, 75-летие Великой Победы, и вы являетесь членом организационного комитета, который готовит мероприятия к этой дате. Расскажите, что ждать горожанам, какие мероприятия, как город в целом готовится ко Дню Победы? По инициативе главы города Сочи, Алексея Сергеевича Капай-Городского, был у нас в городе создан муниципальный организационный комитет Победы. Самая главная, ключевая задача заключается в том, чтобы вся военно-патриотическая работа, не только в преддверии 75-летия Победы, а вся, которая проходит и в этот год, и в последующие годы будет проходить, она была скоординирована, чтобы и у властей, и у общества было единое направление, единая политика, в том числе, единое оформление города, акции, чтобы информация об акциях была и у населения, и в структурных подразделениях администрации города Сочи. Но здесь у управления молодежной политики и у молодежи в целом есть особая, очень важная миссия. Я вспоминаю свой подростковый возраст, и встречи с ветеранами были более частыми. К сожалению, эти встречи сегодня имеют уже более-менший характер, ввиду того, что нашим ветеранам, нашим героям уже очень много лет, и очень сложно сегодня проводить такие встречи. Поэтому сегодня, подчеркивая вот эту вот миссию молодежи, мы должны те данные, которые были у моего поколения, передавать следующим поколениям. В свою очередь, следующее поколение следующим. И вот эта вот связь поколений, нам очень важно ее сохранить. Поэтому мы в рамках нашей работы, безусловно, есть два блока направления. Первый блок – работа непосредственно с ветеранами. Здесь у нас все волонтерские группы, активные граждане, закрепленные за ветеранами. И граждане, приезжие, которые хотят, понимают щепетильность этого вопроса, обращаются и спрашивают, к какому ветерану, в каком формате нужно сегодня помочь. Зачастую это какие-то бытовые моменты. Но в большей части, конечно, ветеранам нужно внимание и общение. Сегодня активная часть молодежи, я уверен, справляется с этой задачей максимально ответственно и подходит ответственно. Тут у нас не возникает вопросов. Другая часть мероприятий – это направленная на пропаганду исторической правды. Сегодня, безусловно, мы не можем пропагандировать героев комиксов каких-то иностранных и так далее. Сегодня правильный ориентир для молодежи – это тот подвиг, который совершил наш народ в Великой Отечественной войне. И этот подвиг – это и есть ориентир. В части справедливости, в части доблести, в части героизма – это те примеры живые, на которых нам сегодня нужно ориентироваться. Но опять-таки, очень сложная миссия у нашей молодежи, у подрастающего поколения, потому что их дети уже, в свою очередь, маловероятно, что застанут живые примеры. Но насколько мы сегодня воспринимаем ту историческую правду, те эмоции, которые нам передают ветераны, от этого зависит качество той информации, которую мы обязаны будем передавать дальше, следующим поколениям. А в целом, традиционно, город принимает участие в большинстве краевых акций, федеральных акций, такие как «Бессмертный полк», «Свеча памяти». И сегодня молодежь города выступила с инициативой проведения других каких-то форматов. Ну, например, ни для кого не секрет, что ветераны не все могут сегодня присутствовать на параде победы. Молодежь предложила сегодня провести формат парада у деда или у бабушки под окном. Это будет очень приятно. Безусловно, мы такие инициативы поддерживаем. И мы доверяем нашей молодежи в части инициативы. Поэтому, если у жителей есть какой-то правильный опыт с других регионов, потому что в городе Сочи сегодня живут очень много жителей нашей большой страны, если есть правильный опыт проведения военно-патриотической работы, встречи с молодежью, но и о заботе наших ветеранах. Наши двери всегда открыты. Мы готовы поддержать, выслушать и усилить нашу всю эту работу. И вот как раз таки Оргкомитет Победа, главная задача – скоординировать все силы и средства на правильное восприятие и молодежью, и жителями города всей военной патриотической работы, которая сегодня проводится. Ну и возвращаясь к теме волонтерства, стоит сказать, что Сочи, хоть и не студенческая столица, но город притягательный для молодежи, в том числе благодаря многочисленным волонтерским проектам. Так, чем еще сегодня заняты городские волонтеры? Есть ли им применение? Я в первую очередь хотел бы сказать, что мне лично ближе слово «доброволец», слово «добро» и «воля». И город Сочи не является студенческой столицей, но я бы очень хотел, чтобы город Сочи являлся бы добровольческой столицей. И совсем недавно на форуме «Доброволец России» президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что в какой-то части добровольческое движение зародилось в России, именно в Сочи, и отсюда стартовало. Мы все помним Олимпийские игры, которые проходили, и ряд других мероприятий международного уровня. Сегодня доброволец, знаете, это вот какая-то правильная идея. Идея того, что сегодня все жители, граждане нашей страны должны помогать друг другу, слышать слова помощи, реагировать на них. Доброволец – это не только тот человек, который принимает участие в каких-то мероприятиях масштабных, но доброволец лично, по моему мнению, это тот человек, который выбрасывает мусор в урны, очень близок понимает понятие «доброволец» и «патриот». Вот лично в моей координации этих понятий. Поэтому мы вот в таком духе и стараемся развивать это большое, правильное движение. Если говорить о добровольцах, у нас есть и добровольцы серебряного возраста. Их в городе Сочи более 4-50 человек. Это очень активные наши граждане, на которых мы ориентируемся. Ориентируемся, потому что сегодня у них есть свободное время, и они, молодежи, рассказывают свой путь, как они прошли, свой трудовой путь, свое правильное воспитание. И здесь, опять-таки, если мы говорим про связь поколения, вот и у добровольчества есть своя связь поколения. Мы на серебряных волонтеров очень сильно рассчитываем и опираемся. И на каждой встрече они нам говорят всегда только одно – вы нас привлекаете на очень малое количество мероприятий, мы хотим больше. Но это для нас живой пример труда, правильности и правильного отношения друг к другу, ведь зачастую мы не знаем соседей по лестничной клетке. Поэтому добровольческое движение, вот это вот, если говорить про масштабную идеологию, оно должно формироваться в таком направлении. Но сегодня добровольцы востребованы и на тех мероприятиях, которые, безусловно, проходят в Сочи. Их огромное количество. И я скажу с уверенностью, что добровольческая деятельность, направленная на поддержку тех или иных мероприятий международного, федерального, краевого, местного уровня, вот тем добровольцам можно только позавидовать. Потому что они видят, как организацию с внутренней стороны. Это своего рода уникальный опыт. Потому что посмотреть, как организовывался чемпионат мира по футболу, ну, я не знаю, каким поколением еще удастся увидеть воочию всю эту работу. Безусловно, мы говорим о том, что данная работа направлена на, в том числе, знакомство добровольцев, потому что добровольческое движение сегодня в России является достаточно масштабным. И не один миллион человек ходит в добровольческое движение. Поэтому очень часто наши добровольцы принимают участие в мероприятиях, которые проходят в других регионах. И это очень важно, потому что мы, знаете, очень много говорим сегодня о социальных сетях и о вреде телефонов, гаджетов на развитие подрастающего поколения. Но я думаю, что вот то добровольческое сообщество, которое у нас сформировалось и в Сочи, и в России, вот это, наверное, очень ключевой, правильный подход, в принципе, воспитания подрастающего поколения. Потому что они выходят из этой системы участия в гаджетах. Они общаются друг с другом, обмениваются опытом, рассказывают о проектах, которые реализуют в том или ином муниципалитете, регионе. Это очень важно. Совсем недавно глава города Алексей Сергеевич встречался с победителями добровольческих конкурсов и российского, и краевого уровня. Они поделились своим опытом, своим видением и о тех проектах, которые защищали. Безусловно, мы поддерживаем все эти направления. И нам очень важно здесь еще создать такую координационную деятельность, потому что многие добровольцы, у них есть правильные идеи и проекты. Но нет опыта подачи этих идей в систему грантовой поддержки. Здесь нам очень важно между собой всех скоординировать, потому что у всех есть свои идеи. Кто-то умеет правильно составлять заявки, у кого-то много правильных идей, кто-то хорошо это реализует. Все вместе – это большая команда сочинских добровольцев. Услышав вас, я думаю, многие сочинцы захотят к вам присоединиться, присоединиться к добровольцам. Расскажите, кто может стать городским волонтером, добровольцем? Опять-таки, в нашем понимании доброволец – это любой гражданин, любого возраста, который желает от своей воли делать добро. Но, безусловно, большая часть того кандидата, с кем мы работаем, это 14-30 лет и наши серебряные волонтеры. Я призываю всех наших уважаемых старших товарищей присоединяться в эту большую, очень слаженную команду, потому что то, о чем мы с вами говорим, сегодня молодежи нужны ориентиры живые, которые у нас на земле. И вот блок серебряных волонтеров – это те правильные ориентиры. Конечно, в этих проектах проще участвовать городской молодежи, потому что близко. Как быть жителям отдаленных поселков? Какие программы в Сочи разработаны для их досуга, для их воспитания? Это очень важное направление. И здесь позиция главы города, она однозначная. Сегодня та работа, которая проводится в черте города, безусловно, она будет продолжаться. Но мы должны ориентироваться и на сельскую молодежь, потому что зачастую очень сложно принимать сельской молодежи участие в мероприятиях, которые проходят в центре. И сегодня у нас в муниципальном казенном учреждении Центра развития молодежи есть по инициативе главы, есть ставки по работе с сельской молодежью. И это очень правильное взаимодействие и координация деятельности управления молодежной политикой именно с системой сельской молодежи. Почему это важно? Потому что в принципе у молодежи интересы очень разные. И здесь нельзя, наверное, отличать сельскую молодежь от городской молодежи. Вся молодежь в принципе сегодня из-за влияния интернета, социальных сетей, она находится в одной плоскости. Но чтобы правильно и эффективно координировать работу и проводить мероприятия в том числе на сельской территории, нам сегодня важно почувствовать запрос, который есть с территории. И мы в прошлом году провели Сочи Workout Fest, мероприятие по воркауту. И мы увидели, что запрос на проведение в том числе таких мероприятий на самом деле очень большой. Сегодня вот вся эта система нам сегодня еще позволяет понять вот те потребности, которые есть в сельских территориях. У нас в некоторых территориях молодежь выступила с инициативой, чтобы дома культуры, в них сделать определенное пространство с игровыми площадками. Я говорю про настольные игры, про в том числе шахматы и так далее. И безусловно, мы здесь с управлением культуры уже сейчас прорабатываем эти вопросы. И знаете, здесь должна быть определенная стратегия развития вот именно молодежной политики на сельских округах. В том числе привлечение их мнения, привлечение их интересов к общегородским вопросам. Тот же Workout Festival, то есть его есть где проводить. В селах у нас стоят Workout площадки, получается, да? У нас в селах сегодня существует практически вся инфраструктура для занятия, для проведения спортивных занятий, оздоровительных занятий и так далее. Но нам сегодня в селах нужно интегрировать не только спортивные, но и интеллектуальные мероприятия. Мы совсем скоро будем проводить игры в сельских поселениях что, где, когда. И у нас, ну, самое главное, все мероприятия, которые мы проводим, они исходят из того запроса, который есть территорией. Нам это очень важно, это вот принципиальная наша позиция. И такой вопрос. Профилактика о социальных наклонностей. Что сегодня в Сочи, на ваш взгляд, требует особого внимания? Знаете, вот вопросы профилактики, в принципе, наверное, любое мероприятие, и вся деятельность управления молодежной политики, структурных подразделений администрации города, органов государственной власти, наверное, направлена на профилактику. Сегодня вот молодежи, которая сошла с определенного вектора пути, очень важно живым примерах в рамках наставничества показывать все-таки, какой правильный путь, куда надо двигаться. И я уверен, что это очень сложная, глубокая работа, потому что здесь же вопросы воспитания, здесь же вопросы семейных ценностей и интеграции молодого человека в большое общество играют ключевые роли. Но с нашей стороны, вот пользуясь институтом наставничества, мы на примере успешных людей, которые готовы сегодня брать молодежь, которая сегодня стоит на учете, которая сегодня немножко сбивается с пути. Вот то, о чем мы говорим всегда, нам, молодежи, нужны правильные ориентиры. И вот этот формат наставничества, безусловно, он может быть в какой-то части будет ключевым в нашей политике, потому что на примере успешных людей мы сегодня показываем, как можно исправить ситуацию, как можно достичь результатов. И это очень важно. Есть уже положительные примеры вот всей этой истории. То есть наверняка вы этих трудных подростков привлекаете и к городским акциям в военно-патриотической работе, да? Получается? Вся информация у каждого подростка такого, она есть. Мы где-то в ручном формате, где-то специалисты связываются в телефонном формате, находим в социальных сетях, через общение. Но зачастую, на самом деле, очень трудно такого подростка привлечь именно к мероприятиям, которые у нас проходят на территории города Сочи, в том числе в добровольческое движение, в патриотическое движение. Все-таки здесь для них является вот личный пример и личное общение с авторитетным и уважаемым для него человека является ключевым, чтобы изменить свое поведение, отношение и мировоззрение. Но вся информация у них есть, но, опять-таки, очень мало они принимают участие в наших мероприятиях. Но вы не сдаётесь? Мы не сдаёмся. И формат наставничества мы будем дальше развивать, потому что вот эти вот живые примеры, они сегодня вот ключевые. Ну и давайте поговорим о поддержке молодых семей. Под эгидой вашего управления есть клуб «Молодая семья». Вот чем он занимается и востребовано ли это направление работы? Клуб «Молодая семья» появился в рамках общественной организации «Молодая гвардия» на территории города Сочи. Вот. Чуть-чуть в историю углублюсь. В самом начале это было несколько семей, которые объединились с целью обмена опытом. Как правильно где-то воспитать, где-то нужна юридическая помощь, где-то нужно подсказать какие-то моменты. И вот это вот сообщество началось формироваться именно так. Сегодня клуб «Молодая семья» насчитывает более тысячи молодых семей, которые по различным форматам, опять-таки, начинают юридической помощи, заканчивая, как получить материнский капитал, как правильно занять сегодня ребенка, проводят большое количество мероприятий. Это все эти форматы, они сами предлагают внутри своего клуба, сами общаются. И это очень правильная самоорганизация клубов по интересам. В принципе, система клубов по месту жительства в нашей стратегии тоже является ключевой, потому что мы сегодня ту политику, те задачи, которые ставит перед нами глава города, чтобы донести по всему большому Сочи, безусловно, нам нужны опорные точки. И вот клубы по месту жительства – это те опорные точки, где мы можем реализовать все те цели, задачи, которые ставит и президент, и губернатор, и глава города. Клуб «Молодая семья» сегодня очень активен. Присоединяйтесь, все контакты есть сегодня в социальных сетях, на сайтах, присоединяйтесь. Я уверен, что вот эта взаимопомощь правильная – это самый правильный, современный, эффективный формат общественных инициатив. Ну и напоследок хотелось бы узнать, какие проекты вам хотелось бы воплотить, реализовать в нашем городе Сочи? Есть стратегические проекты, если говорить про добровольческое движение. Я все-таки стратегически стремлюсь к тому, чтобы город Сочи был, конечно, не столицей, но в части добровольческого движения очень узнаваем не только на территории края, но и на территории всей нашей страны, на территории всей России. Что касается клубов по месту жительства, безусловно, нам нужно их тоже дальше развивать, потому что сотрудникам администрации, управления очень сложно дойти до каждой инициативы и услышать те потребности, которые сегодня есть. Вот эти вот опорные точки для нас являются ключевыми, и мы будем эту систему развивать. систему сельской работы с сельской молодежью, так называемые эти сельские ставки, и координаторы работы с молодежью по сельским территориям, и их мнение важно. Сегодня мы будем считать, что работа выполняется хорошо, когда мы будем слышать голос каждого, помогать этому голосу себя реализовывать, и вместе большой командой двигаться только вперед. Есть ли вокруг вас инициативные люди, которые готовы откликнуться и помогать, и делать все это? Безусловно, команда есть, она очень большая, интересная. В этой команде очень много направлений, начиная от клуба молодой семьи, о котором мы говорили, заканчивая воркаут, движением, экстремальные виды спорта, уличные виды спорта, граффити. То есть молодежь сегодня – это большой пласт работы, и здесь управление выступает как координатор этой работы. Я уверен, что у нас у всех все получится, и мы будем двигаться только в правильном направлении. Удачи вам. Спасибо большое. Спасибо за интереснейшую беседу. Спасибо вам. Спасибо. Напомню гостям нашей программы. Сегодня был начальник управления молодежной политики администрации города Сочи Отто Савицкий. Ну, а я с вами прощаюсь. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий города Сочи. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова